друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.e меня зовут александр перед вами очень интересный смартфон новинка модель под названием litv x500 s1 это очень интересный смартфон появился он не так давно в целом его можно отнести к топ серии смартфонов из китая эта модель конкурирует со многими новинками ну например я буду проводить некую аналогию некую параллель с смартфоном xiaomi redmi note 3 оставляется эта модель вот в такой вот коробке litv здесь все технические характеристики представлены от производителя данная модель выпускается в цвете gold но вот это вот типа gold цвет и версия только на 32 гигабайта 16 гиговой версии нет и в принципе это хорошо потому что не поддерживает этот смартфон на разъемы под карту памяти значит заводская упаковка здесь ничего особенного нет есть большущий плачок зарядки который обеспечивает ток на 2 ампера и есть вот такой вот оригинальный шнурок с разъемом usb type-c больше в комплекте в заводском ничего нет обязательно будет еще переходничок при покупке этого смартфона у нас что касается внешнего вида этого смартфона модель очень импонирует мне очень нравится мне дизайн толщина смартфона составляет 7 и миллиметров сборка шикарная это монолитный неразборной смартфон неразборная конструкция у него аккумулятор у него несъемный тут же провожу аналогию с сяоми редми нот третьим там точно такая же конструкция но корпус довольно таки хлипкий если взять наперегиб его то по аналогии с редми нот вторым есть некоторые поскрипывания что очень меня огорчило так как в принципе в целом все смартфоны которые я держал вот монолитные с неразборным аккумулятором с несъемным они все очень классно были собраны редми нот третьим меня конечно в этом немножко разочаровал ну да ладно здесь все супер никаких таких нюансов нет задняя панель выполнена из металла вот эти вот вставки по аналогии опять же с редми нот третьим они выполнены из пластика спереди у нас 5 5 дюймовый дисплей у нас есть три сенсорных кнопки эти кнопочки у нас подсвечиваются вот так вот это видно экран шикарный full hd разрешение дисплея здесь светодиодный индикатор разговорный динамик фронтальная камера и датчики приближения освещения вот так вот в потушенном состоянии конечно смартфон выглядит ну просто шикарнейшая когда мы его включаем у нас есть некоторые рамки на экране по моему мнению они меньше чем у лети view one x600 но тем не менее они есть я считаю в данном случае что уже сейчас очень много выпущено смартфонов с такими рамками и сейчас уже как-то вот народ и все мы с вами попривыкали к таким рамкам и ничего в этом сверхъестественного нет сверху у нас инфракрасный датчик и разъем под наушники с этой грани у нас качелька громкости вверх-вниз кнопка включения выключения снизу у нас слева идет микрофон справа идет динамик это не стерео у нас динамики и юсб тайп си с поддержкой от эгэ технологии здесь у нас лоток под сим-карты особенности не буду открывать я объясню на словах принципе вот здесь вот все показано рассказано здесь поддерживается микросимка и наносимка никаких карт памяти данная модель поддерживать не будет сзади есть логотип компании который отображается у нас за наклеечкой от производителя вот есть у нас дактилоскопический сканер он же сканер отпечатков пальцев есть второй микрофон вспышка одинарная и 13 мегапиксельная камера по сборке все ясно я вам сказал что шикарная сборка все отлично сразу же говорю о сканере отпечатков пальцев один из лучших сканеров отпечатков пальцев которые я когда-либо пробовал тестить срабатывает в сто процентах случаев как бы я не приложил свой палец как бы я его там в каких условиях бы я его не ставил срабатывает в девяносто девяти процентах случаев очень удобно я всегда противник расположения сканера сзади на смартфоне но тогда когда эта штука работает действительно так как это нужно ну тогда никаких вопросов нет данном случае сканер отпечатков пальцев отлично срабатывает моментально все сутно рассмотрим технические характеристики смартфона через antutu в antutu эта модель у меня показала пятьдесят две тысячи баллов принципе хороший такой показатель но все благодаря чему благодаря тому что у нас helio x10 это с приставочкой t эта частота 8 ядер по 2 и 2 это 64 битный процессор 3 гига оперативной памяти 32 встроенных full hd разрешение дисплея 13 мегапикселей камера моделька у нас выпускается с android 502 фронтальная 5 5 дюймов разрешения дисплея фронталка у нас на 5 мегапикселей видео эта модель может записывать в формате 4k качество мне очень 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 понравилось ну и различные датчики gps и гироскопы удачи приближения освещения магнитного поля и так далее в этом плане все отлично смартфоне по техническим характеристикам это точно такой же смартфон как и xiaomi redmi note 3 все характеристики полностью идентичны но мы будем сравнивать конечно же с версией 332 что касается прошивки прошивка это наверное самая слабая сторона любого смартфона от компании ли тиви дело все в том что производитель почему-то не заморачивается и не выпускают своих официальных прошивках от производителя нормальных прошивок мультиязычных официальные прошивки которые лежат на 4p да это прошивки с английским и с китайским языком все остальное это кастомные прошивки которые будут появляться несколько позже на данный момент на наших смартфонах прошита прошивка вот такая мне есть русский язык но русского языка процентов наверное 70 в целом все интуитивно понятно все как бы нормально реализовано в смартфоне основные настройки на русском но есть некоторые моменты я вам сейчас так показываю вы примерно смотрите в которых нужно как бы клацать и смотреть что такое если кто там не разбирается в английском языке но иногда просто нужно клацать и смотри поэтому по прошивке конечно же это самый главный минус этого смартфона хуже ну я не знаю нужно ждать кастомные прошивки и что-то более-менее адекватное на него прошивать работает вот такой вот статус бар быстрого доступа быстрого запуска довольно таки все удобно реализовано свайпом вверх у нас здесь практически ничего не отображается о поддержке этого смартфона наших сетей у меня стоит карточка киевстар и нтс с любой карты у меня может работать 3g интернет 3g интернет работает без проблем все супер то есть полная адаптация под рынок украины под наши сети здесь реализовано что является большим плюсом экран здесь full hd применена технология о гс то есть нет никакой воздушные прослойки между экраном и тачскрином это одна единая целая запчасть поэтому углы обзора у нас максимальные IPS матрица дает нам шикарную цветопередачу и вообще на экран очень приятно наблюдать мне нравится как выглядит этот смартфон и как он отображает картинку и вот такой вот в потушенном состоянии он просто чум сумасшедший выглядит у меня просто нет слов на экране есть олеофобное покрытие остаются отпечатки пальцев так или иначе но такое ощущение что их остается немножко меньше чем обычно остается на других смартфонах поэтому это тоже плюс по производительности 3 гига оперативки helio x10 2 и 2 8 ядер ну я думаю все понятно но я для верности запущу вам asphalt 8 который летает просто чтобы вы понимали аналогичные технические характеристики у meizu mx 5 и у xiaomi redmi note 3 поэтому с производительностью никаких проблем нет сразу же пока у меня будет загружаться asphalt 8 я скажу что звучание смартфона вот я вам говорил что здесь один динамик звучание смартфона мне нравится звучит он хорошо тестировал я разговорный динамик микрофон когда разговаривал по этому смартфону никаких проблем с этим нет также тестировал звук в наушниках стандартный джек 35 миллиметров музыку в контакте с хорошими наушниками звучание хорошая отличная мне понравилось и я не могу сказать лучше или хуже чем xiaomi redmi note 3 я думаю что плюс минус на одном и том же уровне поэтому с производительностью смартфона нет никаких проблем ну и в принципе с таким железом было бы очень обидно и плохо если бы он не справлялся с топовыми игрушками я тестировал смартфоне gps навигацию никогда mtk 6795 не подводил в этом плане в этот раз тоже все отлично спутники ловит быстро не выходил я на улицу нормально он ловит и по карту подгружает поэтому с gps здесь нет никаких проблем аккумулятор аккумулятор в этом смартфоне среднестатистический на сегодняшний день это 3000 миллиампер часов это стандартный объем аккумулятора стандартная емкость аккумулятора для смартфона с 5 5 дюймовым дисплеем из full hd разрешением и с примерно плюс-минус таким процессором тест в antutu тестере у меня показал 6061 балл я хочу сказать что это результат в целом немножко даже выше среднего это примерно такой же такой же результат как у meizu mx 5 для понимания дела xiaomi redmi note 3 показывает примерно 8000 баллов если говорить просто насколько вам хватит этого этой емкости зарядки я думаю что если смартфоном пользоваться ну не супер активно а более менее так умеренно то это будет два нормальных дня если пользоваться активно этим смартфоном то зарядки хватит на полноценный рабочий день это постоянно не выпускать смартфон из рук и я думаю один раз в день вы его сможете заряжать поэтому по аккумулятору я не вижу никаких проблем как говорят другие обзорщики в целом я считаю что для данного устройства с такой толщиной 7 и 5 миллиметров и с таким дизайном аккумуляторов очень очень даже на уровне камера у нас здесь интересная здесь очень много различных настроек различных режимов по характеристикам видео данная камера умеет записывать формате 4k я для вас запишу full hd потому что 4k почему-то не не льется у меня на youtube сама камера у нас 13 мегапиксельное качество фотографии мне в принципе понравилось я еще поснимаю макро фотки нормальное качество получается я не могу сказать что на xiaomi redmi note 3 лучше камера как по мне то плюс минус качество камер на одном уровне оригинал видеозаписи сможете посмотреть по ссылкам в описании под этим видео в целом все все что я хотел рассказать основного по этой модели я вам рассказал еще раз подводим итоги вместе все взятое модель к называется летиве x501 с эта модель выпускается только в золотом цвете вот он перед вашими глазами модель обладает шикарным сканером отпечатков пальцев он срабатывает в 100 процентах случаев ну может быть не встану в 99 процентах это сто процентов нареканий в этом плане нет смартфон имеет хороший процессор хороший аккумулятор хороший экран шикарный внешний вид особенно в потушенном состоянии олеофобное покрытие камеру которая умеет записывать формате 4 кей камеру которая записывает фото в качестве 13 мегапикселей но есть у этого смартфона огромнейший минус это прошивка и то что производитель до сих пор уже не первая модель по и производитель зарекомендовал себя делает шикарные классные смартфоны в классном дизайне но с прошивками как-то у них не сложилось про на данный момент прошивкой с русским языком но русского довольно таки немного около 70 процентов как бы для нас для вас для реалий украины это считается немного потому что прошивка в украине должна быть полностью с русским языком поэтому на сегодняшний день это огромный минус этого смартфона и в этом он очень сильно проигрывает всей технике сяоми meizu и так далее потому что там есть хорошие прошивки от производителей во всем остальном я считаю эта модель не проигрывает она дешевле чем сяоми редми но 3 единственное что да здесь еще немножко слабее аккумулятор но по сборке потому как выглядит эта модель мне больше импонирует ли именно ли тиви поэтому конечно же выбирать смартфон только вам считаю что все-таки золотистый цвет он все-таки немножко больше подходит для женского пола мужчины может быть конечно кто-то и захочет но что-то мне как бы немножко сомневаюсь я в этом хотя это мое личное субъективное мнение на этом все спасибо за внимание подписываемся на наш канал заходим в нашу группу покупаем лети v1s или x500 его второе название спасибо вам за внимание всего доброго